Сотрудники силовых ведомств задержали жителям Ордовии заложенные сообщения о минировании. В феврале молодой человек направил на единый номер вызова экстренных служб СМС-сообщения о заложенной взрывчатке на объекте железнодорожного транспорта в Саранске. На место выехали специалисты. При проведении осмотра зданий и прилегающей территории никаких взрывных устройств обнаружено не было. Автор ложного сообщения о минировании был найден и задержан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что отправителем сообщения является 21-летний житель поселка Кадошкино. Следственными органами в отношении гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. За такие ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность, по которой обвиняемым грозит наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей, ограничение свободы или принудительные работы сроком до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет. Саранский сотрудник полиции заключен под стражу за применение насилия. По данным следствия, ночью 30 марта 2023 года сотрудник полиции, находясь на дежурстве и являясь представителем власти, применил насилие в отношении 45-летнего мужчины, доставленного в отдел за совершение административного правонарушения. В отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Оперативниками собственной безопасности МВД Преспублики Мордовия проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника дежурной части отдела полиции номер 4 МВД России по городу Саранск противоправным действием. Мордовская колония Фигурант с 2018 года находится в колонии за совершение особо тяжкого преступления и лишен свободы на 12 лет. Приговором суда путем частичного сложения и наказания он осужден на 11 лет 5 месяцев решения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Житель Саранска украл чужой автомобиль. Сообщение о его краже сообщил владелец, который редко на нем ездил из-за незначительных поломок. Полицейские установили злоумышленника. Выяснилось, что мужчина несколько недель наблюдал за неподвижным автомобилем. Предполагая, что владелец машины не сразу обнаружит пропажу, он решил ее похитить. 25 января в новое время он на личном эвакуаторе перевез ладу к себе в гаражный бокс, где свободное время занимался ремонтом машины. После устранения поломки он планировал продать имущество, однако не успел. Его задержали участковые полномоченные полиции, которые проводили мероприятия по розыску угнанных автомобилей. Подозреваемый полностью признал свою вину, автомобиль изъят. Ковылкина продавец магазина украла деньги из сейфа торговой точки. 15 августа прошлого года бывший осужденный устроился на работу в мебельный магазин. В тот день после окончания смены женщина отдыхала в компании знакомых. Ближе к вечеру спиртные напитки закончились. Для продолжения застолья фигурантка решила воспользоваться выручкой от продажи товаров за неделю. В 9 часов вечера она зашла в магазин и забрала из сейфа 44 тысячи рублей. На следующий день в полицию представители торговой точки поступило сообщение о похищении денежных средств. Выяснилось, что недостачу заявитель выявил после просмотра записи с камер видеонаблюдения и проведения инвентаризации. Похитительницу сразу задержали. На допросе женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Саранская студентка попалась на удочку мошенников и лишилась денежных средств. Девушке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он уточнил, не меняла ли она номер телефона в мобильном приложении. Получив отрицательный ответ, злоумышленник посоветовал девушке скачать новое приложение и выполнить его инструкции. Спустя некоторое время студентка обнаружила, что на ее имя были оформлены кредитные карты, на которых уже не было денег, а с ее накопительного счета пропали все сбережения. Общий ущерб потерпевшей составил более 132 тысяч рублей. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Минувшей ночью в Красном сельце Розаевского района сгорел дом. Сообщение от очевидца поступило в пожарную охрану в 0 часов 23 минуты. Возгорание возникло в хозяйственном помещении над погребом и распространилось на другие постройки и жилой дом. 57-летний хозяин со своей семьей успели эвакуироваться. В результате происшествия жилой дом был поврежден на площади 276 квадратных метров, а также пострадали надворные постройки на площади 124 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки в хозяйственном помещении над погребом. За прошедшие сутки в Саранске сбили двух пешеходов. Утром на улице Восенко под колеса иномарки попал 63-летний мужчина, переходивший дорогу по зебре. С различными травмами пострадавшего госпитализировали. Второе ДТП произошло на улице Коммунистическое. Там водитель Ниссана сбил 33-летнюю женщину, перебегавшую дорогу на красный свет светофора. Нарушительнице госпитализации не понадобилось. В отношении нее составлен административный протокол. Полиция Саранска по подозрению в совершении преступления разыскивает Елисеева Андрея Алексеевича 1985 года рождения. На вид мужчине 35-40 лет, среднего телосложения, рост 165-175 см. Всем, кто располагает какой-либо информацией, сообщите по телефону 29-77-44-29-77-01. Субтитры подогнал «Симон»!